Всем-всем привет, с вами Клеопатра. Мы тем временем добрались с вами до второй части влога о моей поездке в Тунис. И примерно на этом кадре остановилась первая часть, поэтому если вы ее не смотрели, то крайне рекомендую посмотреть сначала первую часть, а потом вернуться сюда. На самом деле на этих кадрах просто офигенно голубое, даже наверное чуть-чуть зеленоватое море, солнце, красивый песочек и казалось бы, что ну просто кайф. И так должно было бы быть все две недели, что мы там находились. Однако же далеко не всегда была именно такая погода и какие же подводные камни могли нас ждать в этом прекрасном месте. На самом деле вот такие. Периодически море выглядело примерно таким образом. Здесь мало того, что нету солнца, да, такое тоже бывало, когда солнце уходило в тучи, так тут еще и очень много тины. Посмотрите на этот берег, он весь заброшен тиной и водорослями. На самом деле такие ситуации были, наверное, несколько дней. Не могу сказать, что прям вот очень напрягало, но согласитесь, крайне неприятно, когда на берегу разбросана какая-то трава, хоть она и морская. Однако если чисто эстетический момент можно было пережить и просто быстренько пробежать к морю, то проблема заключалась еще и в другом. Как вы догадываетесь, водоросли были не только на береге, но и, конечно, у берега. И чтобы доплыть куда-то, где было более-менее чистое море, нужно было, конечно, проплыть некоторое расстояние, где находится вот эта тина. Вот это на самом деле очень сильно напрягало, потому что, ну, просто неприятно плыть, когда вокруг какая-то трава. И вот сейчас уже другой день, и кадры из другого дня, когда светит солнце. Ну, посмотрите, насколько все черно перед берегом. Как разительно отличаются кадры две минуты назад, в начале ролика, и вот эти. Такие приходы тины периодически бывают, и, честно говоря, даже не знаю, от чего это зависит, то ли от места, где находится сам пляж, то ли от каких-то сезонных изменений. Но такое происходило и в этом году, и в прошлом году, когда я также была в Тунисе на Джерби. Но если в прошлом году такая ситуация была весьма частая, то в этот раз нам более-менее повезло. Это было всего несколько дней, но вот как раз-таки один из этих дней сейчас на этих кадрах. Согласитесь, ну, как-то не очень кайфово плавать в таком черном море, которое вроде бы не грязное, потому что, ну, как может быть грязная морская трава, морские водоросли. Но, с другой стороны, все равно плавать среди них тоже такое себе развлечение. Хотя именно вот с этими морскими водорослями делают те самые знаменитые процедуры Таласа, о которых так много говорят именно в Тунисе. Поэтому можно было себя, скажем так, психологически настроить на то, что принимаешь еще какие-то косметические процедуры. Продолжение следует... 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 Не знаю почему, вроде типаж у меня скорее славянский, но не знаю, в чем-то, наверное, есть схожесть. Сзади у меня как раз-таки бассейн, здесь реально огромные-огромные бассейны, мы на них посмотрим чуть-чуть еще позднее, но пока что вы видите как раз-таки кусочек. Еще, честно говоря, мне здесь очень нравится то, что здесь несколько ярусов лежаков, вот как раз-таки сзади меня вы можете несколько штук видеть, и сейчас еще с другой стороны можно будет получше это дело разглядеть. Это тоже довольно прикольно, я, честно говоря, такого нигде не видела, так что здесь, получается, на одном пространстве может уместить очень много людей. С левой стороны еще один бассейн, он реально огромный, просто огроменный, большое количество пален, причем самых разных, самых красивых, так что это очень здорово. Вообще в плане, на самом деле, оформления тут очень-очень красиво, сейчас я развернусь еще немножечко назад, и вы увидите другую часть бассейна, и вот сзади как раз-таки наш корпус. То, собственно, куда мы и направляемся. Большое количество пальм, как я уже говорила, на всей территории, но, в принципе, наверное, так и должно быть, потому что Тунис находится в Африке, и пальмы, мне кажется, здесь довольно естественное явление. Да, я, кстати говоря, не знаю, будет ли это видно сейчас или нет, но тут уже есть луна. Сейчас я попробую даже ее поймать, но я не уверена, что у меня это получится. И да, кстати, всем любителям кошачьих посвящается. Здесь также есть местные кошки, без которых, ну, не знаю, ни один отдых, мне кажется, не обходится. Ну что, погнали дальше, мы с вами все засекаем, еще шаги, и да, я еще не подошла к коктейлю, я все еще иду, и это еще не конец, на самом деле. Да, и есть, на самом деле, посмотреть, где находится номер, то он тоже находится не прямо около отеля, так что до него еще дойти нужно, но я думаю, что номер это все-таки индивидуальная вещь, а вот конкретно вход в отель у всех общий, поэтому считайте, шаги, наверное, стоит именно до входа в отель. Вот с этой стороны можно еще раз посмотреть на тот самый бассейн, который мы с вами уже прошли, здесь тоже офигенный вид этого бассейна, куда ни посмотри, он просто огромный, он тут на полтерритории. И вот сейчас как раз-таки редкий, наверное, момент, когда можно действительно снимать влог со звуком, потому что нет ветра, это очень редко происходит, потому что здесь постоянные ветра, и, честно говоря, приехав сюда, я даже не знала, как снимать влоги, потому что постоянный ветер, это постоянный шум в микрофоне, а при учете, что у меня нету микрофона-петлички, это реально создавало очень какие-то большие сложности. Но вот сейчас я прям поймала момент, когда нету ветра, так что можно даже говорить, и тебя будет реально слышно, а не только шум ветра с твоей спиной. И да, мы все еще не подошли ко входу в отель. Едем дальше. Сейчас мы уже более-менее приближаемся, и если вы посмотрите на задний план, на заднюю часть, то, что вокруг меня, то вы увидите какие-то странные стульчики, странные коврики, это на самом деле места для вечернего курения кальяна, но, в принципе, Тунис, как любая арабская страна, там, естественно, курят кальян, и, конечно же, выпивая какие-то спиртные напитки вечером. Так что эти места как раз для этого предназначены. Но тем временем мы все-таки уже дошли до входа в отель, и сейчас, если мы развернемся, то увидим, наконец-таки, вход в отель. Ну что, вот он. Вот и как раз таки он. Ну и теперь самое время посмотреть, сколько мы прошли шагов. 2570 шагов. Я думаю, что сейчас это точно видно. В следующих влогах я расскажу о национальных развлечениях, которые мы успели посмотреть в Тунисе, и, конечно же, о нашей поездке домой. Что там произошло, и как мы вообще добрались до дома. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски, и, конечно, оставить свои комментарии. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok